Новости на информационном канале Севастополя в студии Левтина Игнатьева. Здравствуйте. В этом выпуске вы узнаете. Те земли, которые выдавались еще в советское время, в основном это были лесхозы. Общественная палата возобновила работу. Первыми на повестке стали вопросы садоводов и дачников. Мы приняли все меры по устранению недостатков. Вход разрешен. В Севастополе вновь заработал торгово-развлекательный комплекс «Апельсин». Не нужно далеко ходить. Нужно просто начинать реализовывать то, что давно вокруг нас сделали. Решение принято. Депутаты законодательного собрания утвердили кандидатуру бизнес-омбудсмена в Севастополе. А теперь об этих и других темах подробнее. Общественная палата Севастополя теперь не только на бумаге, но и в реальных делах. И первым делом общественники взялись за решение проблем садовых товариществ. Дачный вопрос в Севастополе уходит корнями в советские времена. Больше 20 лет тянутся и многие другие проблемы. В частности, земельные. На заседании был глава города Дмитрий Овсяников и многие моменты нашли решение прямо на месте. Подробнее в сюжете. На повестке «Дачный вопрос». В полном составе общественная палата Севастополя собралась впервые после затяжного конфликта и простоя. Обсуждали проблемы садоводов. На заседании присутствовал губернатор Дмитрий Овсяников и представители профильных департаментов правительства города. Сначала о земле Министерства обороны, которое накладывается на территории 24 садовых товариществ. Часть этих городков от Министерства обороны Украины фактически с 90 не использовались для нужд обороны. И это знают все. Именно поэтому на этих участках отсутствовали здания, сооружения, коммуникации, какие-либо связанные с Министерством обороны. Вариант решения вопроса предложил губернатор. Вариант договорились, что Министерство обороны, где это возможно, сократит площади участков, которые накладываются на дачные. По многим вопросам Министерство обороны идет навстречу. В частности, совсем недавно передало 8 детских садов и 2 лагеря в собственность города. Перечень участков, которые все же попадут на территории Министерства обороны, должны определить в ближайшие 3 недели. Нужно искать компромисс. Мы предложили Министерству обороны определить окончательно тот минимальный уровень. То есть меньше уже нельзя. И эти земельные участки необходимы для цели обороны. Все остальное мы готовы внести изменения в 195-е постановление, скорректировать по ранее выданным разрешениям, по которым предоставляли земельные участки, в пользу, конечно, жителей города. Также обсудили и судьбу шести товариществ, которые оказались на земле севастопольского лесничества. Это порядка 7 гектаров. Как рассказали садоводы, на этих участках леса никогда не было. И уже больше 20 лет растут овощи, стоят в дачные домики. Те земли, которые выдавались еще в советское время, в основном это были лесхозы. И были акты отчуждения о том, что эти земли переходят в состав садовых товариществ. Необходимо провести кадастрирование участков и выделить земли садовых товариществ из лесного фонда. Решение по этим массивам примут до 1 июля. Кроме того, не до конца решен вопрос с межеванием земли. Предложение губернатора использовать форму грантовой поддержки для садовых товариществ, чтобы сами объединения проводили межевание и кадастрирование. Ко всем проблемам дачников пристальное внимание теперь не только у правительства, но и у общественной палаты города. Это говорит о том, что общественная палата начала работать. Она может ставить вопросы на повестку дня. Мы обсуждали вопросы земельно-имущественные, проведение комплексных кадастров работы, развитие инфраструктуры, развитие нормативно-правовой базы. И мы будем готовы вернуться к рассмотрению закона о поддержке дачных садоводческих товариществ в ближайшее время. Будет работать дальше, продолжает рабочая группа на базе общественной палаты по каждым вопросам. На базе палаты уже работали, в принципе, если так сказать, уже больше года работали, но как-то все у нас не получалось наладить коммуникации. Сейчас вроде бы как бы лед тронулся. Мы посмотрим. Должно все получиться. Сами дачники наконец услышали ответы на вопросы, которые волновали их десятилетиями. А сейчас получили реальные механизмы решения. И очень хочется поблагодарить общественную палату Севастополя, что не осталось равнодушной к проблемам садоводческих объединений и содействует в их разрешении. Отдельно хочется выразить благодарность правительству города за предоставленную возможность донести проблемы и рассчитывать на помощь в их разрешении. Также в центре внимания вопрос строительства коммуникаций и дорог с садовым массивом. Где есть реальная необходимость, идет работа по строительству дорог, газификации сельских районов и электрификации. Как это происходит на Фиоленте. В приоритете все же многоквартирные дома и населенные пункты. А уже после садовые товарищества. Механизмы решения вопросов будут разработаны по каждому пункту заседания. Марина Кравцова, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. Кандидатура бизнес-омбудсмена от Севастополя утверждена. Во вторник на сессии законодательного собрания депутаты выбрали кандидата на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Севастополе. Им стал Тимофей Смирнов, учредитель и финансовый директор компании, работающий в туристической отрасли. О том, зачем городу нужен бизнес-омбудсмен и какие действия он планирует предпринимать на этой должности, в следующем сюжете. Выбрать кандидата на должность бизнес-омбудсмена пытаются уже в четвертый раз. До этого не получалось в силу разных обстоятельств. Последний раз в январе этого года, когда кандидаты не смогли набрать простого большинства голосов депутатов. Очень часто я слышу в адрес законодательного собрания упрек, что мы с вами не можем выбрать уполномоченного по правам предпринимателей. Я считаю, данная ситуация, так как никогда важно выбрать уполномоченного по правам предпринимателей. И главное, чем он будет отличаться от уполномоченного по правам предпринимателей, который работает на общественных началах, это защита интересов предпринимателей в суде. О том, что человек, который будет представлять интересы предпринимателей, горду нужен, говорили уже много раз. И вот новая попытка выбрать бизнес-омбудсмена. Депутаты законодательного собрания выдвинули четыре кандидатуры на утверждение. В соответствии с процедурой каждый из них представился и рассказал о своей программе. При помощи тайного голосования парламентарии сделали свой выбор. Из 24 депутатов в зале присутствовали 20. Один бюллетень признали недействительным. Кандидатом на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Севастополе становится предприниматель Тимофей Смирнов. Учредитель и финансовый директор компании с туристической отрасли, директор турбазы имени Макроусова. Когда вступит в должность, от бизнеса придётся отказаться. А сейчас уже делится своим мнением о том, что необходимо предпринимательскому сообществу. Сегодня у нас проблемы и с НТО, с носами их. Да, у нас сегодня проблемы и с оценкой кадастровой стоимости земельных участков. Это вопрос может быть не сегодня, но завтра он сколыхнёт эту волну. Вопросы, касаемые получения кредитов, вопросы, касаемые арендных ставок. Их масса. И часть из них я планирую решать путём, наверное, привлечения лучших практик. Того же соседних практик, которые происходят на территории даже республики Крым. Не нужно далеко ходить. Нужно просто начинать реализовывать то, что давно вокруг нас сделали. Для того, чтобы привлечь инвесторов и предпринимателей, в городе должны быть созданы прозрачные условия для их работы, считает Тимофей Смирнов. От этого могут выиграть все – и предприниматели, и власть. Правительству, наверное, важно понимать и предсказать развитие количества предпринимателей, субъектов предпринимательской деятельности. Вкладывая определённые средства в программы развития, вкладывая определённые средства в виде кредитов, в виде компенсации процентных ставок, предоставления каких-то льготных условий, мы способствуем развитию и увеличению числа предпринимателей. Теперь кандидатуру бизнес-омбудсмена должны согласовать на федеральном уровне. Слово за Борисом Титовым, уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей. Если это произойдёт, вопрос внесут в повестку дня очередной сессии законодательного собрания для окончательного завершения процедуры. Голосование за герб Севастополя будет поимённым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. Такое решение приняли в связи с активным голосованием с одних и тех же IP-адресов. Для отражения реального мнения жителей города опрос перезагрузили. Теперь проголосовать за герб Севастополя можно только после авторизации на едином портале государственных услуг. Напомним, опрос инициировал губернатор Дмитрий Овсянников. Жителям города предложили выбрать один из вариантов герба на официальном сайте правительства Севастополя. Голосование стартовало 25 мая и завершится 8 июня. Начинается курортный сезон. Севастополь ожидает наплыв туристов в связи с открытием Крымского моста. А вот что ждёт гостей в нашем городе? Наши корреспонденты выехали на площадь восставших, на рынок Чайка, чтобы узнать, в каком он сейчас состоянии и как изменится торговый комплекс в ближайшее время. Грязно и несовременно. Рынок Чайка до сих пор напоминает торговые точки 90-х годов прошлого века. До недавнего времени он находился в частном владении. А у контролирующих органов возникало много вопросов к руководству рынка. Они в основном касались санитарного состояния и пожарной безопасности. Посетители рынка тоже были не в восторге от такой разрухи. Грязный рынок. Там набросано, там набросано. Конечно, хотелось бы, чтобы было чище. Я покупаю там продукты, где, в мой взгляд, бросается куда-то. А там, где не особо вид, прохожу мимо. Всё время грязь, особенно там, где овощи. Овощи, машины, всё бросается на пол, не убирается. Цены сейчас на данном уровне, если сравнивать, я бываю в других городах, я считаю, что немного высоковато. Я на Юмашево произвожу закупки. Я скажу так, что 50 на 50. Что-то там дешевле, что-то здесь дешевле. Новым собственником «Чайки» стало государственное унитарное предприятие рынки и ярмарки. Правительством Севастополя принято решение о закреплении данных объектов капитального строительства за унитарным предприятием рынки. Уже право зарегистрировано. Все в реестре должным образом эти объекты переданы в хозведение. И полным правообладателем объектов на территории рынка «Чайка» является государственное унитарное предприятие рынков и ярмарок. После передачи рынка в государственную собственность, его облик кардинально изменится. Территорию «Чайки» благоустроят. Также будут установлены новые современные павильоны. В правительстве Севастополя заверили, смена собственника не затронет интересных бизнесменов. Точно не возрастёт и стоимость аренды. Кроме этого, на территории рынка должна появиться ярмарка «Центральная». Денис Тишин, Святослав Данилов и Илья Якушев. Информационный канал Севастополя. За 2018 год горожане накопили больше 3,5 миллионов рублей долгов за электроэнергию. В случае неоплаты дольше двух месяцев должников уведомляют о прекращении поставок электричества. После отключения потребители выплачивают задолженность добровольно. В остальных случаях долги взыскаются в судебном порядке. Во вторник сотрудники судебных приставов выехали в очередной рейд по адресам проживания должников. Какие меры принимаются в отношении неплательщиков, расскажем в следующем сюжете. По первому адресу рейда Севастополец не платит за электроэнергию уже несколько месяцев. Ему было отправлено постановление о возбуждении исполнительного производства. Однако реакции от неплательщика не последовало. Далее визит судебных приставов к нему домой. Судебные приставы, откройте, пожалуйста, дверь. Молодой человек гостей не ждал, но в квартиру пускают спокойно. Задача судебных приставов на этом этапе – описать имущество, которое может пойти в счет оплаты долгов, оценить его приблизительную стоимость и наложить арест. Вам нужно прийти к судебному приставу на прием, ознакомиться с оценкой, получить реквизиты, куда вы будете оплачивать свою задолженность, погашать либо свое имущество выкупать, либо погашать полностью задолженность. И после этого снимется арест с вашего имущества и будет возвращено вам. Все понял, прошу. Больше таких гостей принимать не хочет, шутит должник. Поэтому впредь планирует оплачивать электроэнергию вовремя. Честно говоря, потому что есть небольшие кредиты. И из-за того, что поставил небольшой приоритет в кредитах, отсрачивал постоянные платежи. Но вот, к сожалению, к чему это привело. А вот по следующему адресу попасть в дом получается не сразу. Спустя некоторое время дверь открывает соседка. По этому адресу – коммунальная квартира. Женщина помогает судебным приставам и показывает комнату должника. Однако контактировать с госслужащими сам неплательщик желания не проявляет. Так же реагирует и на нашу камеру. Поэтому снимаем только коридор. Документы предъявляет лишь после многочисленных просьб приставов. Сегодня 29 число. 31 числа вы ко мне подъедете. Если вы не приедете, на вас будет составлен административный протокол. По части 1.17.14. Вот здесь, пожалуйста, распишитесь, чтобы вы получили повестку на руки. А вот попасть по следующему адресу не удается вовсе. Хотя слышно, в квартире есть люди. Визит этого должника уже не первый. Оставляла повестки. Повестки всегда вставляла вот сюда, в дверь, но их нет. Тут есть небольшая щелочка. То есть от дождя они были спрятаны. По всей видимости, они их получали, но дверь не открывают. Будем принимать принудительные меры взыскания, арестовывать счета и так далее. В отношении должников судебные приставы применяют весь комплекс мер по принудительному взысканию задолженности, включая арест имущества, обращение взыскания заработной платы и временное ограничение на пользование должником специальным правом на управление транспортным средством. Отношения потребителей электроэнергии и поставщика регулируются постановлением правительства РФ номер 442 о функционировании розничных цен электрической энергии, полном или частичном ограничении потребления электрической энергии, постановлением правительства РФ номер 354 о предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений многоквартирных домов и жилых домов, Жилищным кодексом, гражданским кодексом и иными нормативными актами. Узнать о своих долгах вы можете на официальном сайте УФССП России по Севастополю. Оплатить за должность можно в любых кассах банка, почтовыми переводами, терминалами, интернет-ресурсах и тому подобное. В компании «Севэнергосбыт» напоминают горожанам, что всегда открыты к диалогу и идут навстречу потребителям электроэнергии. Для того, чтобы все без исключения пользовались электричеством, призывают потребителей оплачивать его вовремя, не доводить ситуацию до суда и принудительного взыскания. Всю необходимую информацию по оплате электроэнергии можно узнать на официальном сайте «Севэнергосбыт», а также по телефонам круглосуточного колл-центра. Их вы сейчас видите на своем экране. Юлия Бауськова и Андрей Вовк. Информационный канал Севастополя. В Севастополе вновь заработал торгово-развлекательный центр «Апельсин». Больше месяца назад он был закрыт по решению суда из-за несоблюдения правил пожарной безопасности. Устранило ли руководство центра выявленные нарушения? И как сейчас работает торговый центр, узнала наша съемочная группа. Проверки мест массового пребывания людей начались по всей стране после страшной трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. В России временно закрыли почти 800 торговых центров. В них обнаружили множество нарушений правил пожарной безопасности и действующего законодательства. В Севастополе за последний месяц контролирующие органы закрыли более 10 комплексов, таких как «Фуршет», «Океан», «Плаза» и «Мусон». Часть торговых точек устранили нарушения и вновь открылись для посетителей. Среди них торгово-развлекательный центр «Апельсин». Полностью переделали все. Хотя у нас была пожарная безопасность, но у нас была порошковая, а нам сделали наводную поменяли. Администрация поменяла, и мы пошли на такие понимания. То есть тоже выходили, я же говорю, ночью выходили, вечером задерживались. Все соседи с пониманием относились, все переделали. Мы приняли все меры по устранению недостатков, но несмотря на ведущиеся работы, которые проходили круглосуточно, они проходили и в рабочее время, мы вынуждены были терять свои выручки и заработки, они проходили в ночное время, в ущерб нашему личному времени. Мы шли на все. Мы закупали новые огнетушители, мы закупали новые журналы, мы составляем все эти уголки покупателя. То есть мы со своей стороны выполняем четко законодательство Российской Федерации. Несмотря на выдачу предписаний и закрытие торгового центра, предприниматели, вместо того, чтобы выйти на митинг, продолжили работать. После закрытия в течение месяца руководство «Апельсина» ввело в эксплуатацию новую модульную систему пожаротушения с датчиками сигнализации, а также колонками оповещения о возгорании. Кроме этого, в здании были открыты дополнительные эвакуационные выходы. Агендаторам помещений также пошли навстречу. Их освободили на месяц от агентной платы. Посетители торгового комплекса с пониманием отнеслись к его закрытию. Они считают, с нарушениями работать торговым центром категорически запрещено. Безопасность людей превыше всего. Все торговые центры без исключения должны соблюдать федеральные законы. Если были нарушения, значит, нужно было их устранить. А если для этого нужно было закрыть торговый центр, значит, нужно было закрыть. Действительно, ни пожарных выходов, ничего. Мы вот так вот сколько с детьми всегда в лабиринты какие-то ходим. То есть, очень сложно. Я считаю, что нужно более как-то вот подходить к таким проблемам посерьезнее. То есть, поэтому, ну, закрыли, значит, так надо. Конечно, если угроза есть для людей, для детей, владельцев магазинов, конечно, это основание для того, чтобы его закрыть. Но и в то же время, как бы, ну, хочется, чтобы этот торговый центр работал. Это очень удобно. Капитан первого ранга и председатель Севастопольской общественной организации Российский союз ветеранов Владимир Романов тоже убежден. Здоровье и жизнь севастопольцев важнее коммерческих интересов. Когда матрос приходит на корабль, он, прежде всего, готовится к борьбе за живучесть. То есть, возгорание, вода и все. Но самое главное на корабле, самое тяжелое, это пожар. То есть, те вопросы, когда возникает пожар. И если у нас в этом центре не соблюдают, не борются за жизнь человека, то есть, борьбы с пожаром, то его не нужно содержать. Когда выполнили все эти вопросы, то, значит, да, можно это делать. Скандальная история с закрытием торгово-развлекательного центра «Муссон», где было найдено более 50 различных нарушений, еще раз показала. Закон нужно выполнять, даже если это нарушает чьи-то частные интересы. Особенно, если речь идет о безопасности детей. Этот вопрос должен быть на повестке, не в зависимости от каких-то ситуаций, складывающихся где-то в других регионах. И когда я учу своих детей в любых играх, на любых мероприятиях, в первую очередь безопасность, а потом весь интерес. Поэтому, однозначно, безопасность – это первое, что необходимо соблюсти, меры безопасности в любых заведениях, организациях. Согласно федеральному закону 123, объект считается безопасным, если выполнены все противопожарные требования. В нескольких торговых центрах Севастополя эти требования не выполнены. Поэтому доступ в них ограничен для посетителей до устранения нарушений. Наш канал будет внимательно следить за ситуацией вокруг закрытия торговых комплексов города. Денис Тишин и Павел Булгаков – информационный канал Севастополя. Почти полторы тысячи объектов культурного наследия зарегистрировано в Севастополе. И этот список продолжают пополнять. Чтобы составить полный реестр, идет процедура выявления новых объектов. Этим занимается московская реставрационно-проектная компания, которая выиграла торги. Они провели промежуточные итоги первого этапа работы. Уже выполнили первые 25 экспертиз. Еще предстоит обследовать более 200 объектов, заявленных в контракте. А самыми проблемными оказались мемориальные доски. Часть этих мемориальных досок не представляет собой историко-культурные ценности. Часть этих досок представляют историко-культурные ценности и будут включены в единый государственный реестр не как отдельный объект, а как часть объекта культурного наследия. То есть неотъемлемая часть. Понимаете, разницу не отдельно, вот он есть. Потому что законодательство нам говорит, что объектом культурного наследия может быть только объект недвижимого имущества. Но все же некоторым мемориальным доскам этот статус все-таки присвоили, чтобы сохранить наиболее значимые объекты. Хотя некоторые таблички искажают архитектурный облик домов. И прорабатывается вопрос о том, чтобы запретить их размещение на объектах культурного наследия. Радары для обнаружения небольших беспилотников разрабатывают ученые. Фонда перспективных исследований. Об этом сообщили в пресс-службе организации. Новые радиофоновые системы могут вычислять малоразмерные цели, в том числе со специальным покрытием. Радар устойчив к мощным электромагнитным импульсам, компактный и недорогой при серийном производстве. В фонде уже создали макет приемно-передающего модуля. Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за сильного ветра. Об этом сообщили представители гидромедцентра. Северо-западный ветер с порывами до 22 метров в секунду в столичном регионе прогнозируют с 30 по 31 мая. Непогоду в Московской области синоптики объясняют приходом глубокого циклона из Скандинавии. Напомним, год назад в столице из-за шторма погибли 18 человек. Во время майской бури 2017 года скорость ветра достигала 28 метров в секунду. И в завершении выпуска о погоде в Севастополе. 30 мая в городе переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 17 градусов тепла. Днем 25-27 со знаком «плюс». Это были все новости к этому часу. Еще больше интересной информации смотрите на нашем сайте xtv.ru. Телефон редакции 54-51-12. В студии работала Левтина Игнатьева. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok